Скорость звука делает их слишком маневренными, чтобы их могла перехватить любая из существующих израильских систем противовоздушной обороны. Это является проблемой для Израиля, поскольку израильный враг Иран по имеющимся сведениям обладает этими гиперзвуковыми ракетами. Поскольку Израиль остро нуждается в возведении непроницаемой стены, он в очередной раз планирует выделить 225 миллионов долларов только на гиперзвуковую противоракетную оборону. Благодаря этому финансированию, страна достаточно быстро переходит к единственному оружию, чтобы гиперзвуковое оружие выглядело медленным. Это лазерное оружие. На расстоянии 6,5 миль от нас, Соединенные Штаты также сталкиваются с аналогичными гиперзвуковыми угрозами со стороны России и Китая. В результате США и Израиль объединили усилия для создания самого мощного лазерного оружия, которое когда-либо видели не мертв и научно-фантастические фильмы. И вот после долгих лет работы, работы и еще раз работы лазера наконец-то появились здесь. И у Израиля и у США сейчас есть лазерное оружие, которое как никогда близко к боеспособному состоянию. Израильское оружие, находящееся на переднем крае, было публично испытано в отрицательной пустыне, где оно прошло блестящее испытание и поразило весь мир. В этом видео мы рассмотрим все эти виды лазерного оружия и то, как они появились на свет в результате интересной многолетней попытки и разработки лазеров. После десятилетий упорного труда и тупиков, мечта об оперативном лазерном оружии вот-вот станет реальностью. И, похоже, все началось с волоконно-оптических телекоммуникаций. Это новое оружие называется железный луч. Железный луч – это энергетическое оружие с лазерным наведением, которое может автономно обнаруживать цели и отслеживать их с расстояния более 4 миль. Он стабилизирует линию прицеливания и фокусирует свой высоко энергетический лазер, чтобы не только проделать мир в цели, но и пройти сквозь пространство и время. Новейшая и, возможно, лучшая модель израильской оборонительной стены «Железная балка» представляет собой новый класс возможностей, о которых ее предшественники могли только учесть, таких как неограниченное количество магазинов пушек и ракетных пусковых установок. Какими бы ровными они ни были, они значительно продвинутые.